Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, прости, помилуй, благослови. На милость Твою надеемся, Господи, прости, благослови. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи, за Твое долготерпение и милость, оказывай каждому человеку. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и сохрани. Защити и укрепи. На помощь Твою надеюсь, Господи. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Слава Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш, к Тебе, Господи, вопием. Евангелие от Луки, 13 глава. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию прищу. Некто имел в винограднике в своем посаженную смоковницу. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал винограду. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ. Господин, оставь ее на этот год. Пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи. Она была скорченная и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Аврааму, которой связал сатана, вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уст всех в день субботний?» И когда говорил Иисус это, все противящиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподобим его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, «Чему уподоблю Царство Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающийся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказуя вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Так будет плач, и скрежет зубов там. И тогда увидите Авраама, Исаака, Иакова, и всех пророков в царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и с севера, и с юга, и возлягут в царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми. Есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». А впрочем, мне должно ходить сегодня. «Завтра и в последующий день, потому что не бывает, что у пророк погиб и вне Иерусалима». «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, «Благословен грядущий во имя Господне». Аллилуйя! Слава тебе, Божий наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель наш, слава тебе! Великий и щедрый твои дары! Научи нас быть благодарными за все, что ты даруешь нам, за скорби и печали, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо ты знаешь, что нам полезно. Хвала тебе, Господи! И по мере увеличения скорбей ты даешь человеку силы перенести это, и как золото испытывается огнем, так человек страданиями. Слава тебе, наш Господь Христос! Слава тебе, всемогущий Создатель! Великие и дивные дела твои, Господи, и нет им счастла. И только слепой не видит благодеющую десницу твою, и спрашивает, а где Бог? Бог, сотворивший человека, наделил его разумом, чтобы он искал, и, найдя, благодарил. Аллилуйя! Ибо рассматривая творение Божие, человек познает невидимого Бога, видя видимые дела. Слава тебе! Хвала тебе, наш Господь! Великие и дивные дела твои, Господи! Евангелие от Луки, глава 14. Случилось ему, в субботу прийти в дом одного из начальников парисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот пристал перед него человек, страждущий водяною болезнью. По всему случаю, Иисус спросил законника и парисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Присем сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать Иисусу на это. Замечалось же, как званый выбирает первые места, сказал им притчу. Когда ты будешь позван на брак кем, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его подойдя не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресенье праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божьем. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, и уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять порвалов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес осемь господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин исполнено, как приказал ты, еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестеры, притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможит совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с десятью тысячами, противостоять идущим на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Аллилуйя. Мир вам. Доброго дня. А что это? Вы хотели что-то спросить? Ну, что вы читаете сейчас? Я не понял. Вопрос какой? Я говорю, вот вы сейчас читали. Что это такое? Это Евангелие от Луки. Евангелие из Библии. Центральная книга. Евангелие. Я сейчас скажу. Глава 14. Глава 14. Очень интересный рассказ, на самом деле. Очень интересный. Ну, если бы это был просто рассказ. Ну, ни один писатель не мог в древности составить ни одного рассказа, который пользовался бы таким же спросом, как в первые дни. А это две тысячи лет. И все интересно. Потому что автор книги Бог диктовал, а люди написали. Нет, я как вам скажу, я честно скажу, я не очень верующий человек, так сказать. Но сама идея, вот текст очень-очень правильная, на самом деле. Вот как-то так. Так это Господь сказал. Ну, да, это было, если это так, действительно. А вы, Андрей, верующий человек такой прям, да? Верующий. Вот мне пришлось много преподавать в разных университетах, в милиции, по радио. И вот однажды я вел занятия в Академгородке Новосибирска. Ученые там сидят. Ну, а я вышел там за кафедрой, поставили меня. И у меня в руках Библия. Я говорю, вот эта книга дает ответы на все вопросы, кроме одного. На все. Когда будет кончина века? День. То ли один, я говорю. Ну, там кто-то встал и говорит. Вот я говорю, чтобы вам убедиться, вы задайте самые сложные вопросы. Три вопроса. Он тогда, мужчина, один встал. У меня есть вопросы. Я говорю, пока не задали, дайте слово. Вот если у вас вопросы, никто вам их не ответил. А я вам отвечу и сошлюсь на книгу, глава стих Библии. И вы увидите, что вы были неправы. Думали, что Библия не знает ответа. Вы сможете принести извинения здесь, перед всем собранием? Ну, а почему нет? Ну, я говорю, давайте вопросы. Ну, а как раз перестройка только началась. Он задает вопрос. Вопрос сложный довольно. Нужно, ну, было соединять разрозненное. Ответ дан был иногда часть от вопроса, а потом дальше разрешено остатки где-то. Ну, я соединил книговое второзаконие, я говорю, и кончается откровением. Ну, а какое будущее, допустим, наше государство, ну, в далеком будущем. Ну, этот вопрос, я говорю, простой. Книга «Откровение апокалипсис», 17-18 глава. Вы знаете? Ну, так-то знаю. Я слышал про эту книгу, кстати. Да. Я говорю, так вот, речь идет о том, что Москва будет сожжена в конце, в один час. В один час она будет сожжена. Ну, допустим, американцы, когда имели атомную бомбу, а русские еще не знали, как составить ее, да 9 бомб было уже выделено для Москвы. Полностью стереть с лица земли. Ну, а сегодня-то при гиперскоростях... Да, согласен с вами. Да, 12 тысяч километров в секунду, а то сказать, в час, ну, это что говорить? Вот сейчас подлодка, вчера только опубликовали, новое там испытание прошли. И если она ударит по Вашингтону, через пять минут Вашингтон может смести. Ну, это может быть, там это все вроде при президенте, там журналисты были с Германии, они увидели, что думали они о чем-то, но в разы превосходит скорость, и какая температура, там все высказано было. Да, ну, Путин сказал, говорит, вы нас разобьете, мы умрем, в раю будем, а вы после нас все равно сдохнете. Да, да, да. Нет, мы умрем как мученики, а вы просто сдохнете. Да, вот так. Ну, смысл в этом, что мы мученики, мы не могли ответить им. Ну, вот, я говорю, так написано. Да, почему вы решили о Москве? Я говорю, 10 признаков. Некоторые можно приписать Вашингтону или ОМА, там такая маленькая страна, там у них ОМАН городок, на семи горах она должна быть. Там прямо написано. Семь голов, это семь голов. Семь холмов. Да, семь холмов. Это Руглинка так поет, Москва семи холмовая. Ну, согласились. Ну, а Вашингтон тоже. Ну, пока на два, пишите два. Там, и там, и там. Три города в мире на семи холмах. Ну, а дальше. Город, который обогател всех купцов земли. Ну, а американцы кого обогатили? Это они только грабили и грабили. Колонии там свои. А у России-то сколько долгов там? Миллиарды, миллиарды. Простили, простили, простили. Куда они гнали только? Ну, это действительно так. Я говорю, а теперь? Там написано. Пал Вавилон, великая блудница. Вавилон. Но Вавилон истолковали все святые отцы. Андрей Кесарико-Падокийский, и Прим Сирин, и Кирилл Русалимский. Говорят, что речь идет о Риме. Рим. Но никто в то время, когда они говорили, не знал, что Рим первый пойдет, и на его место будет другой. Новый Рим, Константинополь, Стамбул. Так, а третий, Москва сразу подхватила. Мы третий Рим. Это Епифания. Епифания Славинецкий говорит, что третий Рим, Москва, четвертому не быти. Ну, согласились, да. Ни один город в мире не претендует. А сегодня целое общество третьего Рима. Но это еще не все. Она на многих водах должна быть. Написано множество вод. Это множество народов. То есть, многонациональное. Ну и дальше. Десять признаков. Какие-то сходятся. А отдельно ни на ком. Только на Москве. Согласились. Третий вопрос какой? Ну, третий вопрос. Подождите. Почему вы говорите, что многонациональность только в Москве, допустим? Если вы говорите о Семехолмах, тот же Вашингтон. Ну, взять вообще американцев. Это тоже очень национальный народ. Очень национальный. Добрая половина там европейцы. А остальная половина это местное население. Когда-то груши. Это тоже смесь народов. Ну, это 17. 17, но не 87. Тут разница большая. Сколько народностей. Я называю в какой стране. Но согласились. Ну, смотрите. Изначально колонизация, допустим, Штатов Балакова, Америки. Это примерно на 90% все различные народы Европы. А это уже немало число. Ну, вот я им говорю. Показываю. Некоторые признаки сходятся. А некоторые принадлежат только Москве. Никому другому не может быть. И далее. А она перед самым концом мира будет претендовать на всемирное господство. Ну, нет. Понимаете, все. Согласился. Мужчина встал и говорит. Я виноват. Я не знал. Ну, вышел. Я спрашиваю. А кто это? Да это профессор там преподает что-то у них в Академгородке Новосибирском. Ну, он говорит, ходит к баптистам. Я говорю. И уже он там подцепил что-то. Вот Библию растолковали святые отцы. Вот мне Господь позволил издать впервые за все время Новый Завет с толкованием с апокалипсисом. Трехтомник у меня вышел. Красный трехтомник. Мы долго готовили его. 230 иллюстраций Гюстава Даре раскрасили. Ну, просто он аналога не имеет. Его видели в личной библиотеке у Путина. Вот я проехал с братьей до Владивостока. И с Барнаулом мы здесь. И потом кинули книги туда. Вы трудитесь в этом направлении, да? Да. Потом дошли мы до Лиссабона, прошли Турцию, Прибалтику, Скандинавию и Север. Посетили 650 городов и сел. Я везде подарил 38 томов моих книг. Это на 35 миллионов. А у меня пенсия в данный момент 8141 рубль 33 копейки. Я вам надеялся, что это не мое. Это Бог дал. Поэтому, кто говорит Библию, она так как... Ну, не знает как. Там ни одного слова нельзя сдвинуть с места. Вот если человек знает... Вчера с ним разговаривал, он мусульманин. Я говорю, вы Коран-то свой считали? Нет. А у меня один том посвящен Корану. Я сравниваю все суры и аяты до единой. До буквы. С Библией. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. Самое выдающееся. Это 18 том. Специально зеленым светом его сделал. Вы говорите, а веры-то своей не знаете. Вы ее... Понимаете... Я начал его перечислять. Вот там... Мудрые, там они мирные. Скажите, а в Беслане кто устроил эту бойню детей? А почему? Я вот здесь не соглашусь. Все-таки вот здесь, когда была бойня и так далее, я думаю, к религии привязанности не стоит. Нет. Он говорит, я ему отвечаю. Тут, тут, нет, лично моего слова мнения, что тут это можно и к национальности, и к религии списать. Те, кто это сделают, ну, не люди. Вот и все. Ну, я с чего говорю? Что Евангелие не идет ни в какое сравнение с вашими священными книгами. Вы понимаете, у вас четыре жены официально можно иметь? Да, можно. А у нас, даже ты не женатый, на женщину посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем. Ну, какая шоколада? Вы, допустим, считаете убить. Убить для вас ничего не стоит. Возьмите взрывы по всему миру идут. А у нас написано, ненавидящий брата, я не трогал, под одеялом подумал, уже убийцей являются. Ну, какая у нас шоколада? Другая Христос дал-то. Нас сравнивать никак нельзя. Если у вас человек, мусульманин, стал христианином, вы можете охотиться за ним. Задача одна – убить его. А у нас, если был христианин, ушел мусульман, я могу только плакать, молиться, куда же я пошел, в какую яму залез. Я могу ему говорить, но они больше. Он как раз... Ну, а какое у вас отношение вообще к исламу? Ну, мое какое отношение? Это у меня прибыль. Я повторяю, что Господь послал всех, в том числе меня, проповедовать Евангелие, не ислам. И у меня три слова табу. Аллах, Мухаммад, Коран. Я их никогда не употребляю. Ну, в разговоре так. А чтобы когда с мусульманами... Тем более у меня хорошие отношения. В нашем мистерском путешествии мы ночевали в доме Мулы. С его женой давно знакомы. Высокая у них интеллектуальная ценность. Просто молодцы они. Но я им предложил на рассмотрение римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть. А дар Божия жизнь вечна во Христе Иисусе. Первую часть на 100% мы сошлись. Вторую, они сразу остановились ни шагу вперед. Ну, человек сделал убийство. Его поймали. Посадили. Что он теперь? Ну, надо добро... Какое добро он сидит в камере смертников? Я прошел это все, за мной пять тюрем. Я знаю, что такое камера смертников. Меня таскала власть. 26 лет мучили. Ну, а теперь, смотрите. Ко Христу двух разбойников прибили с двух сторон. Оба его хулят. И один покаялся, а другой нет. И Господь, который покаялся, ему говорит. Ныне же, сегодня же будешь со мною в раю. Я спрашиваю. А тут имамы, это Мулы сидят. Большое собрание такое. Мне дали слово у них. Там шейхи, наверное, были. Я говорю, а как вот ваш руководитель, ну, я имею в виду их, составитель их религии, он таких не принимает. Дальше. Женщина блудного поведения. Она пришла, мира возливала на ноги Христа, целовала и волосами отирала. Ваш руководитель это может сделать? Нет, он таких не принимает. Понимаете, вы своей веры не знаете. Это я как-то со старобрядцами беседовал, они настырные такие. В течение часа я докажу, что вы не старобрядцы. Ну, что угодно только не это. Да мы до головы... Подождите, по порядку. Кто основал? Тот-то Аввакум Петров. Ну, теперь дальше что? Кондратьев Аввакум Петрович. А вы знаете его, нет? А если не знаете, спросите. Спросите, я вам скажу. То, что он сам написал. Когда вызывает священника, ты приготовь яму, как на зверя, колья заостри, чтобы он рухнул, распорол пузо, а ты бегай вокруг и говори, батюшка, я не знал, что у меня во дворе такая яма. Это ваше? Ваше. Ну, еще спрашивать. Что интересно, у нас в губернской газете большая статья была. Голуби не живут у злого человека. Вот интересно, ни одна птица, ни зверь не определяет, как. Я у меня сестра там. Я говорю, а ты узнай, как, есть или нет. За два года не могли во всей стране найти ни у кого голубей. А у меня три голубятия, я в доме даже держу. Почему? Я с детства люблю эту птицу. Это особая птица. У меня такие наработки по ним. Теперь говорить, вот с этим мусульманином я им говорю, скажите, вы думаете иметь жизнь вечную там? Конечно. А вот согрешаете каждый день? Да. А как прощение? Через барана? Верховно баране? Ну, нет. Ну, а как? Ну, я добро буду делать. Вы не понимаете? Понимаете. Вот, Адам согрешил. Давайте сначала. Адам согрешил. Что Ева сделала? Взяла плод, сорвала. Ну, по-нашему, яблоко называют там или груша. Ну, какой это грех-то? Ко мне в сад залез ребенок, ну и сорвал. Так я ему еще и в запазуху наложил, сумочку наложил. У него сестренки, чтобы было. У Бога другая шкала. Он предупредил, в день, в который вкусишь смерть и умрешь. Когда они вкусились, смертные сделали все птицы, звери, насекомые, микробы. Вселенная вся на Формолинине осталась. И умерла уже за тот грех. Больше ста миллиардов. Господи, прости нас и помилуй. Господи, слава Тебя. Димы, дела Твои, Господи. Хвала Тебя. Честь и поклонение. Слава и благодарение, мой Господь. Великие и дивные дела Твои, Господи. Прости. Помилуй наследие Твою. Прошу Тебя, Господи. Позволь мне слово Твое Евангелие прочитать. Евангелие от Луки, пятнадцатая глава. Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисей же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и придет домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости более будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет ли свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю, вам бывает радость у ангелов божьих и об одном грешнике, кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующее мне счастье менее. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Стань им есть и веселиться. Ибо это сын мой был мертвый, я жил. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. А отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною и все мое твое. А о том надо мне было радоваться и веселиться, чтобы брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Николай этот, Геннадий Тихонович, как поживаешь? Да по милости Божией. Ну и слава Богу. Ты в Жасказгане не сидел? Где? Ну нет, я сидел уже на тассе, Джамбульской области. Нет, это мой дед, я просто знаю, что ты, я тебя видел давно, я тебя знаю давно. Николай Михеевич Пчельников это мой дед, проповедник великий, ты же баптист бывший. Никогда, ни одного дня не был баптистом. Ну что ты мне говоришь? Ну а зачем спрашивать, если не верите? Я говорю, не было. Вы что, меня обвинять хотите? Волжили что? Я у них, я у них получил... Это твое, это твое слово, да, да, нет, нет. Да, я был на Балтике и в это время зашел к баптистам. Они пригласили домой и дали мне Евангелие. Они обедали, а я в другой комнате читал. И когда они зашли, я уже готов был помолиться. И здесь Господь нашел меня. Какое отношение к баптистам? Я никогда им не переходил, ни крещения не принимал, ни в списках не состоял. Они знали, что я православный. Крещение, это можно тысячу раз креститься, но если ты не крещен Духом Святым, то никакое крещение тебе не поможет. Может, ну я видел много там, и десять раз они перекрещивались. Да. Ну, конечно, взял на себя ты большую ношу. Большую ношу взял ты. Тяжело тебе там. Куда Никитку-то делал? Я же за тобой слежу. А тут раз мне Бог тебя и открывает. Да, чудеса какие, да? Вот сделал Бог чудо. Никогда не думал. Думал, хоть потеряю, к тебе езжи поговорить. А тут раз мне Бог тебя и открыл. Вот так вот. Последнее время, последнее время мы живем. Последнее. А вы с какой целью здесь находитесь, в этой рулетке? А? С какой целью в этой рулетке находитесь, в этом щате? Это меня познакомили с новым чудом света. Мой сын средний. А как? Он говорит, ты знаешь, какое есть чудо. Можешь с любой стороной поговорить. Я говорю, да, ну не может быть. Неужели Бог какому-то человеку дал ума столько? Да, он говорит, смотри. А я про тебя смотрю в Ютубе. Я говорю, вот смотри. Я этого человека знал давно, еще в детстве. Сейчас я вырос уже. Я тебя слышу. И проповеди твои я слышал. Молодец. Это с дерзновением ты. С дерзновением по-христиански. Единственное, мы нам, как бы там в раю, да, Христос нас всех заберет. Истинных Он заберет всех. Потому что многие не понимают, что такое Христос. Но мы-то понимаем, что такое Христос. Ходатый наш там. Апостол Павел как говорит, да верую свою и спасаетесь. Кто под законом? Если мусульмане хотят законом войти в рай, тогда исполните весь закон. Я всегда говорю, а мы радуемся. Радуемся то, что имеем Ходатая. И верую свою перед Богом мы оправдываясь. Верую в Иисуса Христа. А вот мы с тобой бы сошлись. Айотсик, я никогда не думал, что мы с тобой будем пообщаться так. Ну как твоя там община-то? Строишь что-нибудь там? Ну летом строим, а зимой мы нет. Мы же в городе зимой, а летом в деревне. Я в Томске накатываюсь. С Казахстана мы сюда переехали в 94-м году. Вот. Сейчас в Сибири находимся. На постоянное место ссылки, куда нас царь определил. За веру нашу евангельскую. И знамя несем уже 140 лет. Вот так надо знамя Христа нести. Тяжелый случай, конечно. Сейчас вообще, сейчас сатана раскованный. Его расховали. Сейчас он властвует над этим миром. Но я всем говорю, рай он небольшой. Рай небольшой. Это 4,5 тысячи квадратных километров. 4,5 на 4,5. Вот представляете, сколько земля 15 тысяч лет существует, сколько людей сбылось. Что мы там все поместимся? Нет, говорю. Для нечестивцев уготовлен другое место. А он не будет там царствовать. В своем гиене огненной. Кто что заслужил, тот и что и получит. Вот так вот. Ты последний раз когда отсидел? В 86-м году сидел за Христа? Да, в 87-м. Это ты последний. Это последние уже были вот эти. Когда они садили-то. До 86-го года. Уже в 87-м всех выпустили. 210 человек сидело. Да, да. Ну ты с братьями сидел? Отдельно сидел? Ну как отдельно? С обыкновенными уголовниками. С уголовниками? Конечно. Они меня специально послали туда, чтобы не понимал их языка, никому не говорил. А Господь дает и знание языка, и жажду людей. Ну а у тебя как с православными там вот эти... Как я их православными-то назвать не могу? Как у тебя отношения с ними? Ну, с разными. По-разному. Вот сейчас у нас здесь в Алтае прислали митрополита Сергия. Но это отец родной. Это я не знаю, есть ли такое еще. Он ездит по Теряевку со своими там священниками. Сейчас вот 3 февраля вот этого года, 19-го, моему брату, отцу Акиму, исполнилось 40 лет в священном сане. И он приехал, приехал нам сюда, посетил архиерей, совершил литургию, слово сказал. Вот я где сижу сейчас, это другой домик. Он сюда пришел, это все выставлено в интернете. До этого был тот, мне сказали, тот епископ не начинал ни одного перхального собрания и не кончал, чтобы вас не помянуть. А этот наоборот, вчера мне говорят, я, говорит, случайно оказался в семинарии-то, а он там священником и что-то говорит. А я, говорит, слышу, что наш митрополит говорит, Сергий-то, Иванников фамилия, и он говорит, вы совсем не хотите распространять Евангелие? Сословие священников кончится, не будет. Почему Лапкин и Гнатий Тихонович тысячи распространяет, а вы нет, он через дверь услышал, ну, пример говорит. Так сделает Господь Богу нашему слава во веки веков. Аминь.